Сегодня в Волгограде прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда в 1942 году. У памятника, где захоронены солдаты 62-й и 65-й армии, собрались свидетели той варварской атаки, которую совершила немецко-фашистская авиация. В 1942-м Виктору Кирееву было 16 лет. Он тогда работал на заводе баррикады, цеху по выпуску пушек. Виктор Филиппович и сегодня, спустя 72 года, отчетливо помнит тот страшный день, 23 августа. Было воскресенье, солнечно. И в одночасье небо закрыли вражеские самолеты. За час до начала работы пускали в завод. Мы сидели, кто в карты играл, смотрим, две эскадрильи пролетели, начали бомбить тракторный завод, включили сирены, все такое. А мы, значит, кто под забором, кто под вагоном. Бомбежки не прекращались несколько суток. Все это время рабочие завода, рассказывает Виктор Филиппович, укрывались на полуразрушенном предприятии. 23 августа 1942 года погибло свыше 40 тысяч мирных жителей, а город был превращен в руины. Память о тех днях для сталинградцев священна. И накануне скорбной даты очевидцы варварской бомбардировки и их потомки собрались у братской могилы, где захоронены солдаты 62-й и 65-й армии, внесшие огромный вклад в победу на сталинградской земле. Их подвиг забыт не будет, говорили участники митинга. Лучшим ответом на ту память, о которой мы сегодня здесь говорим, о которой отмечаем ежегодно в течение 72-х лет, будет преодоление тех попыток, которые пытаются извратить историю защиты Сталинграда. В завершении траурного митинга у братской могилы была отслужена панихида в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.